друзья ну вы дождались этого момента мы едем в автопутешествие первая серия будет посвящена сборам я не думаю что мы очень много километров сегодня накатаем потому что выезжать будем из москвы вечером сейчас время 2 25 20 декабря на компьютере тут видите торренты я тут жестко накачиваю сериальчики в дорогу потому что к сожалению там не везде есть 3g lte из интересного что хочу рассказать вот раньше я брал с собой в автопутешествие матрасик языке tal g ну вот смотрите да как написано не уверен что правильно прочитал он достаточно тоненький но при этом ну всегда мягко было спать тут я хочу в качестве эксперимента взять вот такой здоровенный матрас называется туссой посмотрим посмотрим он должен быть мягче вы сами видите визуально в три раза толще вот тяжелый но ничего страшного у меня тачка стоит у подъезда дополнительно тут взял пакет с девайсами подсветка палкой снималка у меня тут фонари до батарейки мышку в том числе беру катюха мне носки принесла потому что я возьму с собой компьютер который показывал в прошлом блоге это asus viva book немножко заляпанный но ничего я потом почищу ну и всякие футболки фиголки про это даже рассказывать не хочу мы соответственно сейчас немножко еще пособираемся и будем выезжать в сторону мамы там мы заедем магазин возьмем какие-то вкусняшки в дорогу воду и т.д. и т.п. ну в общем ребят погнали я надеюсь вам понравится все детали завтра путешествие буду показывать как обычная покупка всяких хот-догов заправки и т.д. и т.п. все приятного просмотра вещи собраны там машина под завязку еще кое-что из дома возьму тут компьютер последнюю очередь какие-то продукты из холодильника мусор выкину и все можно ехать катюха поехала по своим женским штучкам и мы уже встретимся медведка я еще постригу сегодня димона так ну вроде бы все параллельно жевал поэтому не обращайте внимание еще раз проведу инспекцию тут все чисто из холодильника достаю всякие колбасы сырки все это с собой заберем будем потом точить мандарины типа гранд десерта сыр вот это и все кайф все ребят я сел в машину испытывают такое хрен и чувство автопутешествие впереди свобода гора я не знаю как передать словами вам на камеру но я так давно не отдыхал кто-то может скажет что типа ты был в таиланде но блин опять же пересмотрите старые влоги я тогда работал с двумя командами и освобождался достаточно поздно поэтому меня ну типа вечером в 11 покататься это за радость когда я увольнялся с прошлого места у меня было 39 дней отпуска то есть мне нормально так заплатили эти денежки я буду тратить и отдыхать а еще мне одна компания уже готовится сделать offer прикол буквально один день я бездельник и есть offer и еще несколько и чаров ломится для того чтобы мы поболтали и у меня был выбор вот такие новости приеду в медведкова подарю маме подарочек я недавно ездил в онлайн трейд в общем сами все увидите плюс она очень большой молодец купила нам заблаговременно усвели орешки сухофрукты сушечки то есть всякие ништяки чтобы поживать в дороге еще мы сходим магнит купим воды машину побольше чтобы пить ну понятно дачу то еще делать и да вроде и все потом ждем катюху и можно ехать а еще важный момент да чуть не пропустим мне надо постричь и где можно сбегать но мне кажется я об этом говорил и даже если говорил то извините я просто в таком раже нахожусь приятно мы снова пришли в магнит сейчас возьмем немножко лимонадиков тут этот натахая появился фейхуа класс и себе тоже набираю если чего я допру два грушок два фейхуа и на себя рассчитывай а с другой стороны воду возьму это я одно ходит снимает меня до без конца вот на цвету источник брать только без вкусов может быть вот такой объем взять а просто маленький это вообще не сподручно это у нас сколько не знаю мне нормально а вот например зубы почистить там это да чести 1 5 можно другую какую-то взять персик клубника обычными фига нету молодцы я вообще не знаю такую вот синяшку я знаю но тут только две бутылки а это газированная я хотел чтобы все посмотрела какая коробка красивая красиво не она там ее не постелили просто надо был дом сможешь взять или ногу еще ума-ма смотри еще подарочек от тебе на новый год смотри чё купил румбок свой любимый иди посмотри давай подержу коробку я же так плохо увижу я свет поставил лесная сказка я так и знала пользуйся она причем с ручкой неудобно нести будет да да мне это самое я донесу я донесу ну я чтобы они хотя подожди как я донесу я стричься пошел а ты сможешь взять не знаю давай вот так давайте хоть дверь пойду открою катюху которую вернул своих женских дел и я своих мужских постригся вот обратить внимание ой клевчики какие красивые они с вкусами мама вот фисташка твоя любимая да бери конечно а это решки ой класс решки люблю тогда давай мне шоколадный а у тебя еще попить вкусненько только я вот эту бутылку взяла не жалко откроем фихуя фихую как правильно склоняется фихуа фихуя сейчас заценим клевчик чуть-чуть посидим посмотрим что у нас по пробкам и поедем маму я показать быт хотел что-то нам тут фрикадель очки приготовила с картошкой мы потом будем есть машине причмокивать ой как вкусно ой как вкусно попробуйте скажите что невкусно контейнер верните кстати бабушкины соленья то съедаю а банки оставляешь а банки тоже ставлю этому муж бабушки когда при случае придется отвести ну хотя бабушка сейчас мне кажется уже тоже наверное ничего не будет готовить потому что в таких объемах но тем не менее у меня устойчивое понимание за банку как мама моя мама нам всегда говорила типа доверните да это правда там это прям валюта деревня сейчас банки вон ваша не просто контейнер с этими банками а раньше это все я помню пустые банки возил трехлитровый банки дополняли конфетками да 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 и кстати точно я вспомнил девочки стелят все чтобы мы потом перед сном спокойно легли да я тебе потом дам я тебе потом дам материал катю не ну царская будет ложа скажи катю такой толстый матрас я фигею ты о чем а да да все взяли мы выехали нам кат сейчас завел дорогу до воронежа время прибытия 3 часа ночи 326 но я думаю что сегодня мы не доедем я в предвкушении катюха там что делает в семью пишет но столько времени столько времени были все посмотрим я очень соскучился по горам потому что у нас было автопутешествие в мае которые не выкладывал на сплошные дожди были вот буквально через полчаса нам казе начался дождь и через пять или шесть дней мы вернулись в москву тоже был дождь на всем кавказе он постоянно лил это просто как будто вот в последний раз я даже шутил что очень похоже как в сезон дождей на от хукете жесть полная была ну да у меня материала было ровно пять минут я начал был дождь и потом какая-то херня было все эти 5 или 6 дней получается просто по отелям ездили пытались скрыться от дождя в один город и везде был дождь то есть никуда не скрыться но самое такое интересное это конечно нальчик был где ваще лило просто жесть полная как я через трамвайные пути на волевы проезжал там дужи были по 30 сантиметров помнишь мне очень страшно было колеса ставить тоже непонятно чё за дырень я помню как ты тогда какой-то депрессу погрузился потому что ты рулил много часов подряд каждый день и вот эти дожди постоянно у тебя уже настроение будет такое поникшее говняное было говняное от дождя очень сильно устаешь пейзажи не меняются ничего не видно видимость на дороге буквально 50 100 метров и ну какая-то херня полная когда в мае выезжаешь на кавказ ожидаешь что увидишь природу солнце ясное небо конечно хочется кайфануть здесь обычно холоднее чем на кавказе поэтому туда и рванули а в итоге что здесь в москве что на кавказе одни дожди и сырость и в горах тоже депрессуха была вот так вот со стороны пытались посмотреть горы не проглядывались все было затянуто хотя до этого на майске я ездил и все было отлично конечно полночь но надеюсь сейчас у нас не будет стать разочарование мы увидим горы кайфанем по снегу побегаем может даже солнышко будет ну в общем вы сами все увидите вместе с нами ну и мы продолжаем ехать дорога в целом хорошая дофига узнают как по настроению по усталости я бы даже сказал сейчас мне очень радует что я вижу зеленую полоску вон я вижу там чуть-чуть желтенькая видимо это в воронежном вот это в самом конце это видимо в городе сейчас время 20 35 небольшие пробки после того как люди с выходят а так вообще красота я помню как выбирался при на эту платную трассу три с половиной часа такие пробки были я просто заколебался через 325 я был платки но это же это полная жесть прикинь ты едешь и вот так вот торчишь ну сейчас все зеленые все друзья пока я прекращаю съемку и наслаждаемся дорогой я делюсь новостями сейчас каширское шоссе плавно перетечет в платку и все у нас будет ровная быстрая дорога с постоянными кпп шками но меня это не беспокоит потому что у меня есть транспондер а катюшка начала есть сушки или чё там у тебя сухари вот решила подкрепиться в целом дорога вы немножко здесь важно я надеюсь дальше будет по суше первая заправка на луколе топлива осталось на 180 километров но я лучше здесь все сделаю и мы спокойно поедем с полным баком да параллельно смотрим два холма ой надо подальше надо подальше да я езжу и здесь кристин а это не тот город где поселились примазать друзья мы приехали в гриль кафе это 250 километров от москвы я поем то что мама приготовила и возьму здесь борщ надеюсь он будет ну какой напиток вкусненький ты чё хочешь котлету не котлет никогда не беру билю курицу тоже нет сейчас приду посмотрите там есть ну пойдем год ой какой прекрасный расход все-таки здесь на шкоде я прям смотрю и радуюсь нововешники в два раза больше у нас с момента запуска двигателя 5 и 4 ребята с нынешними ценами это вообще кайф кати почему-то когда записывать все время уходит в дарь вдаль ну ладно подожду пока на что-то записи что-то гордошку который приготовила маму они ща в ахере будут кита блогеры пришли тут снимают с камерами поэтому я тебя отхожу все ребят сейчас вам покажу выбор так до борщ есть 175 рублей вот эти котлеты куриные еще прикольные и домашние тоже кайф почти 12 народу как видите взяли по борщу морск люкленый три пампушки с чесноком катя взяла себе гречку с песто и котлету куриную ну меня тут то что приготовила мама картошку и петельки все приятного аппетита ребят на ее есть какой-то жанр когда на ю тубе едят я заживу к делу записать поставить канал но я подниму что скажешь не я все снимаю бы вот эти булочки чесночные нащупать для 2 штуки себе ребятки сейчас время 12 часов 5 минут и я наверное еще все таки парочку может быть даже два с половиной часа по рулю и потом уже спатьки завтра мне поставили созвон надо будет по работе кое-какие вопросики на часик порешать поэтому придется где-то остановиться и часть поговорить неудобно в автопутешествии такие рабочие штуки конечно организовывать потому что сами понимаете не везде есть три джи лты е но после этого у меня точно начнутся новогодние каникул дурачится давай залетай аккуратно я чувствую это шубу свой прищемил дверь она же грязный доброе утро друзья ну привыкайте видеть меня с таким лицом 15 минут назад проснулись спали на заправке лукойл вот тут такое поле а ничего интересного заправка как заправка стали тут сбоку спали хорошо ложа очень прикольно сейчас не хочу открывать иначе машине будет холодно но я имею багажник показать всю красоту матрас офигенный я теперь всегда его буду брать в автопутешествие в целом спали хорошо я не просыпался вчера после того как поужинал проехал буквально часик и чё-то захотелось спать не стал мучиться геройствовать до воронежа мы не доехали суммарно от москвы 300 с чем-то км проехал по карте тут блин вот там не видно но до воронежа осталось где-то 180 километров вот мы сейчас доедем до какой-нибудь вкусная . воронеже там захватим кофейку и дальше на ростов уже поедем ну и подзаправлюсь было садиться в машину чуть прохладно блин вылезть такой расстегнутый думал подольше по записываю ну не холодновато вот вот такой быт немножечко подтупливаю ребят ну сейчас проснусь и начну как с новой силы записывать все подряд так чё у нас по топливу да можно наверно подзалить литров 10 и поехать со спокойной душой сколько у нас . пишет на 630 километров топлива давай прямо из окна попадешь в ту мусорку челлендж давай хочу я максимально близко ну давай я тогда я уже одет зачем тебе мучиться пустя горло открытое на улице полторашка вот так немножко покажу то есть у нас сбоку была подушечка у каждого сюда под голову 2 не стали класть потому что вот тут конечно такое толстое все мягкое мне очень понравилось спать единственное в какой-то момент чуть-чуть под замерз бы туда а ты как ты очень сильно разлегся в как уснул прям вот занял процентов 80 кровать вот на 20 процентов до утра я пролежала раньше ты так не делал путешествие сегодня тебе говорю я прям то есть я полностью на спину лечь не могла токов полубоком ну вам я постараюсь немножко поскромнее фигня если мне некомфортно и я начну как-то его пододвигать он проснется и скажет мне вот опять ты меня разбудила я не высплюсь поворчит и только потом поэтому поэтому лежать полубоком есть лежу и думаю чем делать дернусь он будет ворчать что я его разбудила не дернусь все затекает безвыходные ну ладно давай направится если ты чуть-чуть подвинешься ладно я постараюсь исправиться причем ты когда засыпал ты такой ой сколько тут места как шикарно тебе то тебе место много шикарно подзалился на 909 рублей до заправщика 100 рублей и он не счастлива утрет вас делимся новостями мы только что заехали воронежскую область и у нас сейчас цель заехать лавка барбары по-моему да спасибо ассистент там очень вкусно мы уже там были но я ни разу не записывал все покажу там вообще блюдо навалом а потом за кофейком куда-нибудь заедем либо в кофейню либо вкусные . решим так в целом немножко распогодилось будто посветлее достала чем у нас было в подмосковье но все равно пасмурно температура три с половиной наша первая пробка с медведкова сейчас узнаем сколько минут там ремонт дороги и все красное хочется 27 минут смысле ни хера себе вот это мы попали так хочется пообедать да позавтракать сейчас не ну ладно что ждем друзья мы на месте воронеже сейчас будем есть снимать тут нельзя не фото и не видео обрати внимание на собранье ну конечно тут у нас зона сладкого сколько здесь всего-то ребята такой выбор вообще если люди давайте вам покажу что же мы взяли два рассольника испанский салат по компотику из сухофруктов плюс у меня пюрешка котлета домашняя оливьешка и с собой мы еще взяли там сырники с изюмом вот и три блина с мясом и при облачных лет потом уже впрочем еще хочу пошла разбираться мы взяли печеночный тортик он был пробит в чеке но его не дали все приятного аппетита ой ребятушки я полный все вкусно было кроме рассольника чет не мой котик тоже не понравился сейчас зайдем вот в эту кофейню с собой возьмем кофейку и поедем и через пару часов не надо будет где-то остановиться о пойдем катюк пойдем спасибо мне еще приходится тут прыгать и скакать у меня обувь видите какая сетчатая них очень удобно водить и не жарко все ребятушки я провел созвон чуть ранее там останавливалась недалеко от населенного пункта то ли верхний мамон то ли нижний мамон по верхней и сейчас мы заехали на лукойл катюша в дамскую комнату я немножко подзалился на 1100 рублей у меня снова полный бак и мы продолжаем движение я думаю сегодня доедем до ростова-на-дону я думаю сегодня мы в отеле переночуем хотя не зарекаюсь ребят я вот правда иногда говорю какие-то вещи а потом сам не следуем потому что мы очень адаптивно двигаемся в том плане что ну как по кайфу я думаю вы понимаете так целом дорога приятная потому что в подмосковье было такое себе пару моментов даже было с большими лужами когда тачку немножко так потряхивала вот но тут принципе сухой асфальт все отлично я еще рассказать да ничего чуть попозже поедим у нас там блины я вам показывал который купил воронеже сырники вот все будем кушать ну и он катюха все отлично долгая очереда была так немножко долго там три кабинки две из них максимально зафоршмачены я ждала пока последний третий освободится чувачья пипец на усилий зафоршмачен читай как все в говне да ты кстати с собой бери влажную если что ничего едем все есть не хочешь да я уже рассказал да об этом я короче придумала назад же нельзя грязную кидать на постельного да да так нормально я вот думаю может мне тоже куртку снять жарко но снова стоим в пробке перед камень с шахтинском это какая-то вечная ролевуха и проблема я уверен что там опять чинит мост вот сколько я здесь проезжал сколько я ругал ростовскую область за то что здесь постоянно ремонтируют дороги вот уже лет пять об этом бухчу и ничего не меняется сейчас посмотрим посмотрим топом на река называется северский донец вроде так это всегда раздолбанный мост мы уже наверно полчаса доедем а вода северский донец все правильно а дальше все зеленое ну что делать приходится терпеть мы сейчас наверное еще посмотрим сериальчик сейчас что мы смотрим мы мама шпион так развлекаемся болтаем до этого вообще кроссворды решались зачитывал мне вопрос что-то знаю чё-то не знаю один полностью разгадал вот такие новости в дороге дорогу дальние дальние ну да я все верно говорю как обычно ремонт моста который непонятно когда завершится я помню еще ездил во время чемпионата мира здесь его ремонтировали вот уже заканчивается двадцать третий год и все никак после этой долгой пробки мы решили тормознуть на заправке лукойл в камер шахтинске немного размяться я конечно без куртки ребят но тут 6,5 градусов сейчас температура поэтому не так холодно и конечно смотрю на этих несчастных ребят которые сейчас двигаются сторону москвы там пробка еще больше чем сторону ростова конечно долго придется стоять ну а так стараемся каждые два-три часа все равно тормозить писать уж извините за подробности немножко разминаться skoda конечно не такая удобная с точки зрения кресел ну чем volvo понятно кто-то вообще открыл этот канал впервые поэтому не знать что у нас две машины это жены на ней подешевле ехать с точки зрения бензина и тоже можно спать и ночевать а у меня у volvo короче небольшая проблема из-за того чтобы открыл это разорвало задний надо эту деталь менять я только не успел поэтому поехали на skoda не зря я уже который будет ругаю дороге ростовского области все в дырах перед тем как мы попадем в ростов нужно оставить все четыре колеса тут фуры едут по левой стороне потому что блин все в дырах я вот пару раз попал так достаточно жестко мне прям все сжимается блин хоть бы не проколоть вот правда не знаю когда же они уже все починят просто невозможно вот сколько мы с тобой до везде катаемся но просто скобус попадаешься начинается мы проехали ростов к сожалению подскажу сколько километров взяли себе сейчас на лукойле напитки кола черноголовка катюхи вот такой напиток очень пахнет он энергетиком ну и заправился у меня 1400 чем-то рублей получил заправка вместе с напитками на 1200 едем дальше наша цель сегодняшний это невиномыск расчетное время прибытия 3 часа ночи в этом отеле все что переночуем хотели изначально в ростове но на обратке заедем и в гавроши пожрем и может быть погода получше будет сейчас если честно на всрата он даже дождь был помнишь в ростовской области а сейчас до махачкале вообще супер посмотрели нам солнышко перемены облачности а мы так соскучились все едем друзья я сделал это мы в невиномыске приехали не виден отель мы там уже ночевали я вам не показывал потому что это было наше весеннее путешествие которое нифига не записал потому что она была дождливая сегодня уже отваливается спина я на последнем издыхание уже рулем проехал сегодня больше тысячи километров сейчас зайдем номер я вам быстрый экскурс устрою и все буду просто пластом лежать и отдыхать выселение в 12 в 1130 я завтра встану и соответственно помоюсь и снова в путь дорогу от невиномыска уже до кавказских гор не так далеко ну около 600 километров до махачкалы отсюда вот как-то так сейчас собственно собираем вещи и боли я вам сейчас запилю обзорчик как и говорил на последнем издыхание 412 у нас номер 420 номера все вален 412 не в ту сторону пошел ну все у меня уже голова не варит можете обратить внимание у меня уже глазюки красные еще и камеры грязные все и сразу ничего сейчас подождите пару секунд он 15 14 прикольно поможешь номера здесь прикольно в целом так ребятушки сейчас катюха все расскажет а я просто камеру ну давай давай пока смотрим смотрим и тем более говорила мы здесь уже были да вот тут можно мыться и сексом заниматься обратите внимание какая большая что-то удобно так и самое главное чего по матрасу и подушки матрас ничего но подушки отсосные отсосные подушки вот такой классный смешной светильник чё ты не работаешь маму все а это что ну короче все зеленый уже все и и и